Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Сыргуте в преддверии Нового года открыли самый большой каток в Тюменской области. Чтобы всем было весело, в Сыргуте во дворе дома номер один на Ленинградской улице 13-летний мальчик смастерил горку. И ЧП в городском поселении Барсова. Пожар за два дня до Нового года оставил без крыши над головой жителей пяти квартир одноэтажного деревянного дома. Первые не только по экономическим показателям в Сыргуте в преддверии Нового года открыли самый большой каток в Тюменской области. Его площадь более 8 тысяч квадратных метров. И это не все, чем предприниматель, занимающийся зимними развлечениями на центральной площади, готов порадовать сургутян в предстоящие праздничные выходные. Новогодний праздник мы работаем с 31 декабря, постараемся что-то сделать впервые, круглосуточно работать. С 31 на первый ночь до 3 января. Практика показывает, чтобы даже до минус 35, а люди приходят. В этом году у нас добавился тюбинг-кросс, что-то впервые в Сыргуте тоже. И до 31 у нас будем устанавливать резиденция Дед Мороз, а в Дед Морозе Снегурочка в высоте 10 метров. Решение расширить площадь катка и помещения было принято не для достижения рекордов. Дело в том, что в прошлом году локация пользовалась таким высоким спросом, что жители стояли в очередях по несколько часов, чтобы взять коньки на прокат. Решить проблему и удовлетворить запрос сургутян помогла и мэрия. Проект готовили и согласовывали с Департаментом архитектуры и градостроительства в течение двух месяцев. Однако результат совместной работы представителей власти и бизнеса того стоил. Даже в дневное время каток заполнен довольными посетителями. В этом году договаривались, чтобы каток был организован так, чтобы была возможность всем с размахом и без больших очередей покататься. И вот тот, кстати, занимался этим решением в части объемов и архитектуры города, и инвестор. Вот они пришли к выводу, что вот такие возможности сегодня на этой площади можно реализовать. Мы их полностью поддержали. Я думаю, что это была первая задача. А вторая, конечно, приятно осознавать, что не только по экономическим некоторым показателям сургут в лидирующих позициях, но и по катку тоже. Бюджета, скажем так, на полноценные вот такие инфраструктурные объекты в части новогоднего оформления, организации новогоднего отдыха у нас бюджет ограничен. А вот это вот, скажем так, социальное такое партнерство, оно очень выгодно. Вы видите результат какой, насколько дополняется наш центральный городок на главной площади вот такими дополнительными социальными сценариями. Всего в Сургуте в этом году организовано 15 катков, 13 уже работают. Еще два откроются сегодня и завтра у храма Георгия Победоносца и на площади возле Свято-Троицкого кафедрального собора на проспекте Мира. Есть корты также в Старом Сургуте в городском парке на лыжной базе «Снежинка». И 9 площадок действуют во дворах. Мы поинтересовались у сургутян, где и как они планируют провести праздничные выходные. Гулять вот в парке, развлекаться где-нибудь с детьми. Может быть в парус съездим, отдохнем. С детьми будем гулять. А где гулять, что делать в Сургуте? Ну если у вас есть фантазии, вы найдете, что делать в Сургуте? Будем играть, кататься с горок и на коньках. Вот они, два внука, с кем еще заниматься. Деда заставляют с горки ехать. Приходится развлекаться самому. Российские военкоматы подведут итоги осенней призывной кампании в январе. И уже с 9 числа начнется плановая работа по первоначальной постановке на воинский учет юношей, достигших 17-летия. В Сургутском военном комиссариате для будущих рекрутов подготовили насыщенную информационно-познавательную программу, в том числе и встречи с искусством. Оксана Ярославцева продолжит. Брутальные стены Сургутского военкомата приобрели лиричный оттенок. Накануне Нового года здесь разместили выставку картин Татьяны Загнетной. Тематический цикл под названием «Защитники Отечества. Связь поколений» художница создала в течение 8 минувших месяцев. Она своим добрым таким сердцем отвлекается на все события, которые происходят. У нее много тем. Любимая мною тема – это тема Великой Отечественной войны. Почему? Потому что по ее картинам можно просто изучить историю Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, последние ее работы – это работы, посвященные защитникам Отечества, которые участвуют в специальной военной операции. О том, как нужно любить свою Родину, как нужно к ней относиться. Выставка доступна всем посетителям, приходящим в учреждениях для решения каких-либо вопросов. Это первый опыт, но сотрудники надеются, что подобные вернисажи станут определенной традицией. Накануне весенней призывной кампании военкоматы начнут предварительный отбор кандидатов в президентский полк. Напомним, Сургут и район практически ежегодно отправляют своих новобранцев на эту почетную службу. Также в январе в активную фазу вступает работа с молодыми людьми, желающими получить профессию «Родину защищать». Сегодня это действительно несет особый характер. То, что подготовка будущих командиров очень важна. Те ребята, которые к нам обратятся и пройдут отбор, и поедут поступать в военно-учебные заведения, и через несколько лет, когда они наденут офицерские погоны, это они будут олицетворять новую российскую армию. И мы постараемся отобрать самых лучших. На ближайшие десятилетия они действительно станут защитниками нашей Родины. Для будущих рекрутов в Сургутском военкомате подготовили насыщенную информационно-познавательную программу. Видеоролики о российской армии, военных учебных заведениях, об истории вооруженных сил Российской Федерации. Плановая работа по первоначальной постановке на воинский учет юношей, достигших 17-летия, начнется уже с 9 января. Когда приходят ребята, старшеклассники, и для того, чтобы получить препятствное свидетельство, пройти медицинскую комиссию и так далее. Эта процедура такая очень длительная, может быть, для ребят утомительная, и, наверное, где-то волнительная, тем более сегодня. И вот Андрей Петрович попросил нас организовать эту выставку и проводить экскурсию, где мы будем просто рассказывать о каждой работе и рассуждать с ребятами, о чем это. И я думаю, что это поддержит их такой дух, волю. Традиционно сибиряков отцы-командиры в воинских частях уважают и ценят. Югорчане честно защищают интересы нашей Родины. И сегодня в мероприятиях специальной военной операции участвует около 800 жителей Сургута и района. Хотелось бы пожелать в новом году всем нашим сургутянам, которые сейчас находятся на рядовых рубежах, ну, конечно же, это в первую очередь солдатскую удачу. Надеемся в будущем году встретить их с победой домой, когда они вернутся. Ну, а семьям, родным и близким веры, самое-самое хорошее и надежды. Оксана Ярославцева, Сергей Коликов, Сургут-24. В Сургуте главную ночь года. На рабочем месте проведут больше тысячи сотрудников оперативных служб. Медики, спасатели, пожарные, полицейские. В дежурную часть УМВД Сургута с 31 декабря 2021 по 8 января 2022 поступило 2500 сообщений о преступлениях и правонарушениях. При этом в канун смены лет звонков было 270, а в первый день пока еще текущего года 360. Большая часть всех сообщений – это жалобы на соседей, на шум во дворах, вызовы на пьяные дебоши, психозы. В преддверии нынешних, новогодних и рождественских праздников полицейские Сургуты переведены на усиленный вариант несения службы. Мы фиксируем все звонки, в том числе, которые не касаются ведомства нашего. То есть граждане зачастую звонят и в случае пожара, возгорания, когда нужна медицинская помощь. То есть это все звонки, поступившие в дежурную часть. Наружные наряды будут приближены к местам массового скопления людей, к праздничным мероприятиям. Как обычно, будут обследованы места проведения праздничных мероприятий и рождественских служб. Для пожарных новогодние каникулы также дни особые, когда звонков ОЧП, как правило, больше, чем в остальное время. Хотя в этом году ночь с 31 на 1 оказалась спокойной и прошла без вызова. Особое внимание югорчан длинные выходные спасатели обращают на предвреждение пожаров из-за использования пиротехники. Сотрудники отдела надзорной деятельности объехали в декабре десятки точек продажи салютов и фейерверков. К таким павильонам, кстати, есть свои требования. Это отдельное помещение, огнетушители, наличие всех сопроводительных и разрешительных документов и многое другое. В МЧС рекомендует югорчанам спрашивать перед покупкой сертификаты, изучить правила запуска фейеров, уточнить время выгорания фитиля, безопасную дистанцию от места запуска пиротехнических изделий. И ни в коем случае просят не держать снаряды в руках и не поджигать их вблизи зданий. Все пиротехнические изделия имеют инструкции по применению. Да, на каждом. На каждом салюте есть инструкция по применению. Да, инструкция по применению и вписание. Вписание, да, назначение, что запрещено, что разрешено. Пожар в одноэтажном жилом доме номер 30 на улице Обской в поселке Барсово оставил перед Новым годом без крова 10 человек. Сигнал о возгорании поступил сегодня около 15 часов. Вспыхнула веранда строения. Огонь к приезду спасателей распространился на центральную часть дома и бушевал на площади около 100 квадратных метров. Жители выносили из той части одноэтажки, которую не затронул огонь, хоть какое-то имущество и документы. На месте развернули штаб к потушению, подогнали автобус. Для обогрева людей организовали в местной школе пункт временного размещения. В ликвидации ЧП задействовали 32 человека и 11 единиц техники. Пострадавших нет. Что будет с домом и жителями, решат на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Строение являлось аварийным. Загорелся дом с соседнего... С соседней комнаты? Да, загорелся дом. Я в день 15, может, вас подъехал, помог, вытащить вещи, документы все успели вытащить. Все целы, здоровье, все нормально. Стандартная выплата идет по 10 тысяч на зарегистрированного человека. Это в муниципальном фонде городского поселебарства. Еще есть администрация Сургутского района. Там идет компенсация аренды съемного жилья. Если жилья своего нет, то люди могут арендовать и им частично комиссировать. Как отметить Новый год здорово и здорово? Ответ на этот вопрос знают сургутские моржи. Любители зимнего плавания уже несколько лет встречают самый волшебный праздник в проруби. Вместо шампанского в бокалах травяной чай алкоголь приверженцы здорового образа жизни не приветствуют. В остальном все так же, как и у других. Наряженная елка, салаты, мандарины, загадывание желаний, подбой курантов. Говорят, вода в это время особенная. Смывает весь негатив и дарит заряд бодрости на следующие 12 месяцев. Как моржи готовятся к смене лет, узнавала Татьяна Расторгуева. Говорят, Новый год – праздник семейный, поэтому принято его отмечать дома, либо в гостях с близкими людьми за накрытым столом. У сургутских моржей мнение на этот счет свое. Уже несколько лет они встречают смену лет в проруби и в хорошей компании. Объясняют это тем, что участники их сообщества – люди уникальные и давно уже стали одной большой семьей. В этом году по всеобщему решению моржи опять хотят встретить Новый год в проруби. А это значит, мы заходим в прорубь в 2022 году и выходим в 2023 году. Это будет хоровод вокруг елочки, это будут песни, конкурсы, это будут какие-то стишки. Ну, опять хорошее настроение. То есть вот насколько это будет выглядеть красиво, импровизация, сценариев. Ну, не знаю, если успеем, напишем что-нибудь. А если нет, то мы здесь с чаем в 12 часов ночи приходите, мы будем рады вас встретить. Юрия Тимофеева уже можно назвать моржом со стажем. Окунувшись однажды в крещенскую купель, он понял, жить без ледяной воды больше не сможет. Нашел в городе таких же закаленных приверженцев и уже несколько лет вместе с ними встречает Новый год в проруби. С 2018 на 2019 год у нас был, мы просто, пролетел какой-то слух, что давайте встретим Новый год на проруби. И мы приехали и встретили. Нас было человек 40, наверное. Да, мы в 12 часов погрузились в воду и уже 1 января мы выгрузились. Ощущения, говорит Юрий, непередаваемые. И советую тем, кто хочет прочувствовать калейдоскоп эмоций, обязательно погрузиться в прорубь. Место неизменное, давно знакомое и любимое всеми причастными. Собираются моржи на водоеме около городского пляжа на Югорском тракте. Точное месторасположение можно найти в их официальной группе во Вконтакте, которая так и называется «Моржи Сургута». Привлекает в ряды сильных телом и духом, говорит наш герой, не только возможность здорово провести время, но и здорово. Мне нравится атмосфера людей. Люди у нас хорошие, добрые, разные, интересные. Все, когда происходит со мной в плане заболевания, то есть я сразу здесь. Появился насморк, я тут. Появился кашель, я тут. То есть неважно, даже если нету никого, я выдалбливаю себе лунку и присаживаюсь туда, и сижу. Да, конечно. Для сургутских моржей Новый год – благодатная пора. Появляется больше возможностей чаще встречаться, общаться и приобщать к здоровому образу жизни остальных. Для этого проводят и участвуют в различных акциях и спортивных мероприятиях. Уже 1 января активисты выйдут на старт забега на Кубок кристальной трезвости в шортах и топиках. Моржи уверены, после этого их ряды обязательно пополнятся новыми любителями зимнего плавания. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. А здоровый румянец, прекрасную компанию и отличное настроение они гарантируют. Татьяна Расторгуева, Никита Бабенко, Сургут-24. Ежегодный проект «Неделя добра» снова заглянул к юным югорчанам, которые новогодние праздники проведут под наблюдением врачей. В Сургутскую окружную клиническую больницу волонтеры привезли фломастеры, раскраски, настольные игры, развивающие книги и другое. Небольшие подарки, что передали волонтеры медучреждению, смогут не только развлечь ребят в стенах клиники, но и создать атмосферу волшебства. Да, чтобы они у вас в это время не скучали, проводили время интересно, отвлекались, скажем так, от забот. Это им протяг не хватает. Мы со всеми пациентами нашими маленькими и с их родителями переживаем, потому что не хватает вот этого добра, домашней теплоты. И благодаря волонтерскому движению дети получают такую праздничную атмосферу и, наверное, побыстрее выздоравливают и уходят отсюда в хорошем настроении новогоднем с подарками. На протяжении уже многих лет вот эти вот организации города Сургута, волонтерское движение, да, помогает нашим детям и поставляет нам такие вот маленькие сюрпризы. Неделя добра проходит в нашем регионе до 31 декабря. Югородчане, решив сделать счастливее тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, могли принять участие в акциях или флешмобах большого ежегодного проекта. Например, собрать подарки, новогодние украшения, продуктовые наборы для ребят, что находятся в стационарах, либо передать необходимые принадлежности для одиноких бабушек и дедушек. Приятные сюрпризы отправились и к юным пациентам травматологической больницы, а также в отделение палиативной помощи и геронатологический центр. Подарков в этом году было очень много и нам очень приятно, что жители города с такой добротой и теплотой принимают в этих акциях участие. Вот как раз эта акция называется «Новогоднее чудо» и приносят все необходимое и хотят дарить детям, бабушкам новогоднее настроение, праздник, потому что у них, к сожалению, такой возможности сейчас нет. Вот это вот почувствовать себя дома, в кругу семьи, в празднике. И мы вот как можем, как раз это настроение создаем и дарим. «Новогоднее чудо» – русское радио вручило подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей. Помимо презентов, организовали и развлекательную программу, отдельную для малышей и ребят постарше. Главная цель – порадовать юных сургутян в преддверии праздника. Остались ли родители и дети довольны атмосферой волшебства, расскажет Мария Ливанян. Новогоднее настроение для детей и взрослых, сказочный праздник для многодетных и малообеспеченных семей организовала «Русское радио» в Сургуте. Это традиционное мероприятие проходит уже в одиннадцатый раз. В восторге, как всегда, не только малыши, но и их родители. Мы не первый раз, конечно, нас постоянно приглашают с «Русского радио» на такие праздники. Конечно, очень приятно посещать такие праздники. Благодарны «Русскому радио», что они нас приглашают и подарки дарят. Это очень хорошо, что придумано. «Русское радио» – очень большое спасибо. Детям хорошо. Участвуем давно, очень давно. Наверное, года четыре точно уже участвуем. Дети довольны, потому что «Русское радио» душу вкладывает. Громко, громко. Раз, два, три. Ёлочка. Гори! В этом году решили устроить не один праздник, а целых два. Для малышей и ребят постарше. Совсем юных сургутян порадовали программой с участием Деда Мороза и Снегурочки, игровой комнатой и подарками. Презенты, к слову, организаторы собирали вместе с радиослушателями. Поддержал «Русское радио» в желании сделать праздник детям один из крупных развлекательных центров Сургута. «Мы организовали мероприятия вместе с «Русским радио». Выступали как партнеры. Наша площадка выступала как партнеры. Очень рады, что мероприятие прошло на высшем уровне. Детям организовали новогодний утренник. И очень бы хотелось, чтобы в следующем году мы тоже так же выступили партнером». Идея праздника для ребят постарше из области IT-технологий. Юные сургутяне смогли поиграть в очках виртуальной реальности в любимые компьютерные игры. «У нас есть возможность провести, порадовать детей к этому Новому году. Все-таки праздник – это счастье, эмоции. Игра у нас, грубо говоря, аналог Counter-Strike, только ты не игрок, точнее, ты не играешь, сидишь, ты и есть игрок. То есть ты находишься прямо в самой игре. И это очень увлекательно». Старшие ребята тоже не остались без подарка. Им помимо традиционного новогоднего презента вручили сертификат на посещение виртуальной арены. Воспользоваться им можно, например, в новогодние каникулы, чтобы разнообразить длинные новогодние выходные. Всего же праздничное настроение «Русское радио» подарило более 200 детям из многодетных малообеспеченных семей. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут-24. Чтобы всем было весело, в Сургуте в дворе дома номер один на Ленинградской улице 13-летний мальчик смастерил горку. На работу у юного Георгия ушла всего неделя, и в ближайшие дни на ней уже можно будет кататься. Как отметил строитель, на помощь ему выходили соседи, мужчины, женщины и другие дети. Идея возникла, потому что ближайшая горка находится в соседних дворах. Юному сургутянину же очень хотелось, чтобы даже самые маленькие под присмотром родителей из окон могли наслаждаться зимними забавами. Мы просто в прошлом году, мы очень любили с гор кататься до Авроры, очень далеко отсюда. Ну и вот мы хотели сделать тут горку, чтобы было недалеко. Да и свое. Сегодня я хотел ее залить, и сегодня вечером еще хотел сделать разноцветные воды с красителем и набрызгать по краям. Еще я хочу рассказать это нескольким дворам, чтобы они сюда приходили, а не туда далеко ходить. Идею строительства горки Георгию подала его мама. Женщина рассказала сыну, что в ее детстве это было традицией мастерить что-то зимой во дворе. Молодой человек решил, что этот обычай нужно продолжить, и вот уже второй год семья строит аттракционы во дворе своими силами. Начинали с малого, лепили разные фигуры, однако теперь планы уже масштабные. Как только выпадет еще больше снега, сделать лабиринт. Возможно, это станет досугом для всех соседей, потому как желающих помочь и поддержать инициативу во дворе оказалось немало. Изначально вообще была идея не в горках, а в том, что я им рассказывала, как мы маленькие ходили. У нас был, например, такой же двор, и у нас мы с папой по зиме ставили снеговиков на входах. И по сути были сначала снеговики, потом говорят, что снеговики, давайте еще и каток. Но мы так посмотрели, каток не особо не кто-то катается, так что мы начали за горку. И вот так оно просто спонтанно. Уже 1 января сургутяне смогут культурно провести время на городских локациях. Например, посмотреть фестиваль «Зим-Арт», который удивит своим лазерным представлением. Проходит он на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Со 2-го числа начнется прокат мультфильмов «Зима в Простоквашино», сказочные путешествия, и кто знает все про Новый год, их покажет библиотечная централизованная система. И это не все. Напомню, что мои коллеги в программе «Новости главные» уже в эти выходные расскажут подробнее, чем развлечь себя в праздничную неделю. И это была последняя информация. Предновогодний выпуск практически завершен. Еще раз, в выходные смотрите на телеканале «Сургут-24» программу «Новости главная». Ее мы также посвятили теме грядущего Нового года. Коллектив холдинга «О-Медиа» от всей души поздравляет вас с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам только хороших новостей, здоровья вам и вашим близким, успехов и достижений в 2023-м. Впереди еще реклама и прогноз погоды. Увидимся на наших каналах. До свидания. Ну как же не любить это время? Время подарков. Сибирскому золоту 25 лет и в честь праздника мы дарим каждому покупателю скидку до 70%. А еще в своем телеграм-канале мы разыграем крутые украшения и... А это вы узнаете, если подпишетесь на нас. Телеграм-канал «Сибирское золото». Да и просто заезжайте за украшениями для любимых. «Сибирское золото». Проспект Набережный, 47. Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник Сургута. Мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального возноса. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Включено все. «Лав Радио» – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир «Лав Радио» – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. «Лав Радио» – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и… «Биг Лав Шоу». В общем, вы поняли? Слушайте «Лав Радио». Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Каждый день новости, которые создаете вы. Реклама в паблике. 221-222. ОМЕДИЯ ЮГРА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...